Живой интерес к такому уроку проявили не только старшеклассники, но и малыши. Первоклассники, открыв рот, слушали про Макарова, Калашникова, высокоточные винтовки и магазинный гранатомет, который, кстати, считается новейшим оружием, изобретенным в России. Всего бойцы ОМОН продемонстрировали школьникам семь видов оружия, с помощью которого они и выполняют свои боевые задачи. Подобные встречи проводятся в целях патриотического воспитания. И, судя по реакции ребят, таким уроком под открытым небом они только рады. Много чего усвоили на первом же занятии. Больше всего понравился печенек и гном. Печенек, во-первых, сильное оружие, и в любых погодных условиях он сможет противостоять врагу. Помимо образцов вооружения, сотрудники силового подразделения полиции «Зверобой» продемонстрировали и приемы рукопашного боя. Показали, как обезвредить противника и как вести себя с вооруженным нападающим. Такая картина вызвала у ребят улыбку. Но в будущем, уверены ОМОНовцы, многие из них с этими познаниями смогут прийти на выручку товарищам. Они очень позитивные, интересные. Мы всегда рады им показать те навыки, которыми мы владеем, поделиться с ним опытом. Многие ребята потом, после окончания школы, придут в спецподразделения для службы. Десятая школа в этом году получила статус казачьей. Поэтому для подобных уроков мужества здесь самая подходящая аудитория, считают учителя и шефы школы «Кубанские казаки». Дети должны знать, они должны воспитываться в духе патриотизма, в духе гордости за свою родину, даже за свои вооруженные силы, спецподразделения. Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма невозможно лишь на словах, уверены в школе. Детям нужен наглядный пример. Встречи с бойцами здесь станут доброй традицией. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.